Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня у нас седьмой урок пятого модуля Построение логических схем. И опять повторение. Давайте вспомним основные логические элементы. Вспомните, пожалуйста, что означает каждый из этих элементов. Можете остановить видео, отвечать на вопрос, потом уже продолжать слушать. Логическая операция вкрицания. У нас вот этот элемент. Логическая операция в сложении. Элемент называется дезюнктором. Логическая операция умножения. Элемент называется конъюнктором. Повторили основные понятия, то есть основные элементы, которые мы прошли, и логические элементы. Сейчас вспомним, давайте узнаем, какие логические схемы, сложные логические схемы можно построить с помощью этих элементов. Вот, пожалуйста, у нас такая сложная логическая схема. А как строится вот такая сложная логическая схема из логических выражений. Значит, наша сегодняшняя цель рассмотреть основные принципы построения логических схем и научиться читать логические схемы. Переходим к основной теме. Чтобы построить логическую схему из выражений, мы должны пройти вот этот порядок действий. Сначала надо подсчитать число входных сигналов в схеме. Потом надо подсчитать общее число логических элементов в схеме. Далее устанавливаем последовательность выполнения логических операций. Здесь хочу вам напомнить, что здесь какая последовательность. Сначала выполняется логическое не, потом логическое умножение и далее логическое сложение. И составляем логическую схему из этих элементов. Вот для того, чтобы лучше понять эту тему, давайте построим метеостанцию домашнюю для того, чтобы узнать, сможет ли Нармина гулять или нет. Скажем так, будем строить такую схему. При благоприятных условиях схема даст сигнал, дверь откроется, и Нармина пойдет гулять. Вот у нас два входных высказывания. А. На улице солнечно, Б. Идет дождь. Чтобы Нармина смогла идти гулять, дождя не должно быть. То есть, Б. У нас идет дождь. Этот знак показывает на то, чтобы дождя нет. Дождя не должно быть. И на улице должно быть солнечно. Строим логическую схему. Для этого выражения. В выражении два входных сигнала А и Б. Два логических операций. Следовательно, два логических элемента. Далее мы должны найти последовательность выполнения вот этих действий. И вспоминаем, что сначала логическое НЕ, потом уже логическое умножение выполняется. И на основе вот этих знаний встроим логическую схему. Открываем логическую схему. Пожалуйста, у нас два входных сигнала А и Б. И здесь у нас есть логическое отрицание, то есть инвертор. И сигнал из выхода вот отсюда инвертора поступает на вход конъюнктора. И далее у нас идет конъюнкция двух сигналов. Проверим результат работы на этой схеме. На выход подадим, то есть на вход подадим сигналы 1 и 0. 1 это на улице солнечно, 0 это нет дождя. Если была бы единица, дождь был бы. А если 0, значит нет дождя. И проверяем. На входе инвертор у нас 0. Инвертор его превращает в единичку. И это единица отсюда. И единичка из входа А поступает на конъюнктор. И на выход выходит сигнал единицы. То есть Нармина пойдет гулять, если солнечно и нет дождя. То есть наша схема правильно работает. Давайте проверим результат работы вот этой сложной логической схемы. Опять же у нас на входе А единица, то есть солнечная погода. И на входе В 0, то есть нет дождя. И у нас 2 инвертора. То есть сигнал отсюда, который входит в единичка и истина, выходит нулем. 0 превращается в 1. И этот же сигнал поступает на вход и конъюнктора, и на вход этого дизюнктора. Сначала у нас конъюнктор выдаст на выход 0. Потому что мы сказали, что если даже один из входов будет ложным, на выход у нас сигнал нулевой выйдет. А конъюнктор все время дизюнктор дает на выход сигнал в единицу, потому что хотя бы даже один из выходов, если будет единицы, на выход у нас поступит единичка. Ну давайте постараемся составить логическое выражение по этой схеме. Так как у нас сначала идет логическое отлицание А и В, мы пишем сначала отлицание А, отлицание В. Далее у нас эти сигналы поступают в конъюнктор, то есть должно быть умножение не А и не В, а потом логическое сложение не А и не В и складываем с не В. И вот у нас получается такое сложное выражение. Переходим к заданиям на платформе. Постараемся ответить на некоторые вопросы. На платформе у нас опять же тестовые задания и практическая работа. Практическая работа.